Привет, друзья! Меня зовут Ксения Агеева, я международный карьерный стратег и основатель платформы для профессионалов CareerLift. В этом видео я хочу поделиться с вами своим личным опытом, как в 30 лет я выучила испанский язык с нуля за 7 месяцев. Я вам расскажу сегодня о своем личном опыте, включая все ссылки, где я училась, что я использовала. По сути, я расскажу все, как было на самом деле. Поэтому внизу под этим видео вы найдете все материалы, которыми вы можете воспользоваться, если вам это будет интересно. Я искренне считаю, что любой язык можно выучить достаточно быстро, если у вас есть конкретная цель. В моем случае у меня была очень четкая цель — это обучение в бизнес-школе. Эта бизнес-школа была в Мадриде. Изначально я планировала учиться на английском языке, но когда мне предложили обучение на испанском с пониманием, какие перспективы меня ожидают, что я могу работать в том числе с испаноязычными странами, с Латинской Америкой, мои карьеры возможности достаточно сильно расширялись. Поэтому для меня такая цель была достаточно интересна. У меня было ровно 7 месяцев. Обучение испанскому языку я начала 1 октября, и уже в апреле меня ожидали экзамены в бизнес-школу. Это двухчасовые интервью телефонные, потом, соответственно, личные интервью, на которых я должна была разговаривать, да, и разговаривать достаточно хорошо. Итак, первая — это цель. Цель, которая очень понятна и четко, для чего мне это нужно. Когда вы будете сходить с дистанции, все время о ней нужно помнить. Если она вас действительно мотивирует, то вы будете вставать и идти, несмотря ни на что. Второй момент, естественно, в моем случае — это 7 месяцев, это очень короткий срок, поэтому я училась непосредственно в Мадриде. Я не знала языка совсем, когда я приехала, да, то есть я владела английским языком на тот период, и испанский я начала изучать именно с алфавитом. То есть мой первый день в школе был непосредственно изучение испанского алфавита. Многие мои друзья говорили, что изучение испанского языка мне будет сдаваться легко, потому что я знаю английский, соответственно, все там очень схожее, похожее, но это не так. И я с этим столкнулась в первой же неделе обучения, что грамматика другая, слова другие, и вообще все не так, как я ожидала. Ну, уже опять было идти некуда, как я говорю, да, то есть цель была, соответственно, нужно было к ней идти всеми возможными путями. Я выбрала одну из языковых школ, которая называется Эврика, и училась там ежедневно на протяжении 7 месяцев с 9 утра до часу дня. То есть это 4 часа в день, когда я уделяла изучению языка непосредственно в школе с преподавателями, с другими студентами. Но я столкнулась с такой историей, что мне не хватало этих знаний, потому что я не всегда понимала, что происходит. Все-таки повторюсь, что я вообще не учила до этого испанский язык, и изучение языка полностью изначально на другом языке, то есть в данном случае испанский язык преподавался полностью на испанском. В лучшем случае я могла что-то спросить на английском, и мне могли помочь мои однокурсники. Соответственно, история была такая не самая простая. Поэтому я понимала, что где-то я просто не вникаю в конкретные детали. И я разработала для себя метод обучения дополнительный, помимо моих 4-часовых занятий ежедневно. Я использовала следующие ресурсы. Это канал, YouTube-канал Ирины Ши. Ирина Ши, она преподает как английский, так и испанский, и, по-моему, даже другие языки. Я нашла ее YouTube-канал по испанскому языку, и мне было достаточно интересно в день смотреть еще по пару роликов, которые мне помогали разобраться в каких-то небольших деталях. То есть это было введено в такую обязательную структуру ежедневных моих занятий. Второй момент — это сайт quaderno.ru. На тот момент на этом сайте были интересные материалы, в том числе задания, которые можно было изучить, сразу сделать онлайн-задание и получить ответ, насколько я правильно его сделала и где были мои ошибки. Тоже достаточно интересная тема, когда все-таки в школе в основном нам давали бумажные материалы, конкретные задания, это можно было дополнительно еще получить какую-то информацию и сразу получить ответ, насколько я правильно выполнил задание, либо нет. Следующим пунктом стояло живое общение. Не так легко найти общение с местными людьми, когда ты находишься в обществе иностранцев, которые тоже изучают испанский язык. Поэтому я нашла, изучала разные сайты, прям вот разные, что вообще происходит в Мадриде, и на тот момент я нашла сообщество экспатов, то есть это люди, которые говорят чаще всего на английском языке, поэтому к ним можно было ходить только для того, чтобы общаться, да, и получать какие-то знакомства, но не для того, чтобы практиковать испанский язык. И, например, если брать конкретно Испанию, то здесь есть такая система, которая называется Intercambio Café, это бар, либо кафе, в котором собираются люди в определенный час, там есть организатор, и вы туда приходите непосредственно для того, чтобы общаться на каком-либо языке. Например, вы заходите в это кафе и вас спрашивают, на каком языке вы разговариваете, какой язык вы хотите практиковать. Я захожу и говорю, что я разговариваю на русском и на английском, я хочу практиковать испанский. И меня определяют в определенную группу людей, где я могу с ними пообщаться. Но это не обязательно, что могут определить, могут просто посоветовать, а могут просто сказать, проходите, ищите себе знакомых. Обычно в таких интернгамбе-кафе очень много людей, то есть вы увидите 100-150 человек И вы можете подходить от одной группки людей к другой и, соответственно, общаться на том уровне, на котором вы пока можете общаться Потом постепенно вы получите уже знакомых, определенное окружение, с которым вы можете встречаться отдельно И, например, час или там одну встречу говорить на испанском, а вторую встречу, предположим, говорить на английском или на русском В том числе у меня был такой опыт, когда у меня был такой компаньон, который учил русский язык И мы с ним встречались и говорили в том числе на русском языке, чтобы он практиковал наш язык Соответственно, в другое время мы встречались и говорили на испанском, для того, чтобы я практиковала испанский язык Еще, конечно же, очень здорово помогает просмотр фильмов на испанском языке, либо, соответственно, сериалов Почему сериалов? Потому что фильм он один, он посмотрели, понравился, не понравился, там уже сложились впечатления Сериал нас затягивает, и мы постепенно все равно хотим узнавать, что там будет дальше, и нам приходится его смотреть На тот период мне порекомендовали очень интересный сериал, называется «Quenta me como paso», в котором происходит история одной семьи, достаточно такое развитие, вот они в 50-е годы, 60-е, 70-е, как они растут, дети, что в жизни их случается и так далее. То есть интересно это с позиции было понимания истории Испании и, конечно же, с позиции непосредственно испанского языка, потому что как люди говорят внутри семьи, как происходят диалоги, да, все-таки сериал это чаще всего диалоги, то есть это тот самый живой язык, который мы используем ежедневно. Поэтому в данном случае этот сериал мне помог для того, чтобы я ежедневно смотрела по одной серии, погружалась как раз в менталитет испанский и погружалась в языковую среду, которая происходит в семье, и либо непосредственно с друзьями, когда они общаются. Было очень интересно, я рекомендую выбрать на месте этот сериал, любой другой, который вам будет интересен, на продолжительное время его, соответственно, просматривать. Еще, конечно же, книги, да, книги это то, что нам очень помогает, особенно если вы визуал, вот я очень сильный визуал, и мне помогает видеть слова, видеть, как пишет это слово, для того, чтобы потом его использовать. В данном случае мне также рекомендовали преподаватели, что лучше книги покупать не сразу для взрослых, а покупать детские книги, ну или юношеские, скажем так, это для возраста 8-10 лет. Они будут более понятны, лучше покупать книги какого-либо приключенческого направления и, соответственно, с большим количеством диалогов. Опять же, для того, чтобы учить не письменный язык, который просто описывается в какие-то большие блоки текста, а учить диалоги, в которых дети, в данном случае подростки, разговаривают, опять же, живым понятным языком, и вы его запоминаете. И, конечно же, помимо всех вот этих вот моих ежедневных действий, которые у меня были расписаны, и, естественно, у меня также, как у любого нормального человека, периодически падала мотивация, потому что я не видела результатов. То есть я вроде бы учусь каждый день, я хожу там, разговариваю, я смотрю сериалы, я читаю книги, я смотрю ютуб-каналы, то, что я только не делаю, я хожу на занятия, и все равно есть люди, которые быстрее меня осваивают язык. Опять же, возвращаюсь к тому, что в моей группе, например, было очень много достаточно молодых ребят, в том числе из Германии, из Франции, которые в свое время учили уже испанский язык, и у них была хорошая база. Поэтому на уровне с ними всегда это было достаточно тяжело, потому что они очень быстро шли вперед. Здесь мне также помог такой метод, как, в принципе, понимание своей мотивации, для чего мне нужен еще испанский язык, помимо нашей финальной цели, которая у меня была через 7 месяцев. Это достаточно долгий период, мы понимаем, что любая цель, мы должны как-то хотя бы какие-то этапы ставить, поэтому я нашла свою личную мотивацию в тех вещах, что, например, я очень люблю театр, я очень люблю кино, и если кино я еще находила на английском языке, то театр, ну уж никак, да, в Мадриде нет постановок на английском языке. И для меня действительно было очень важно, наконец-то, выходить в свет, выходить в театр, выходить на какие-то, ну, выставки, это единственное, что я могла видеть, да, потому что на выставках совершенно не нужно знание языка, ну, какие-то мероприятия, которые проходят на испанском языке. И я помню, что где-то через 2,5 месяца первый раз я пошла в театр, я просто уже не выдержала. Я выбрала постановку Агаты Кристи «10 негритят», которую, естественно, я знала, и думаю, ну ладно, пойду посмотрю. В конце концов, сюжет я знаю уж совсем, мне не будет неинтересно. И каково же было мое удивление, когда на постановке я поняла очень много всего по той причине, что артисты говорят очень четко, да, мы понимаем, что обычные люди в всех же самых фильмах, возможно, в передачах, по телевизору могут говорить не так четко, но артисты на сцене произносят очень четко все слова. Поэтому, конечно же, я не могу сказать, что я поняла 100%, но так как я знала сюжет, мне было достаточно легко. Это был такой первый шажочек, когда я поняла, ну вот, 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 для этого мне нужен язык, я уже могу куда-то ходить. Да, поэтому это одна из тех мотиваций, которые нужно найти для себя, что же вы можете делать ежедневно или там несколько раз в неделю, когда вы действительно будете применять язык и видеть, да, очень сильно свой прогресс. Поэтому, возвращаясь ко всем этим моментам, которые я писала, вы увидите в описании под этих видео ссылки конкретно, если захотите, можете воспользоваться моим же личным опытом. Но самое главное, это очень конкретная цель, в моем случае это было поступление в бизнес-школу через 7 месяцев. И второе, это мотивация, постоянная мотивация, когда и что вы хотите делать и почему вам нужно постоянно ее вытягивать, да, то есть в моем случае это был театр, это были какие-то культурные мероприятия, на которые я хотела ходить и хотела очень сильно адаптироваться в обществе. Вот это вот мой личный опыт изучения испанского языка за 7 месяцев. Я успешно сдала экзамены в бизнес-школу, естественно, мне сказали, что у вас еще есть какой-то период до того, пока мы начнем занятия в сентябре для того, чтобы получить, для того, чтобы больше получилось у вас практики. Но все-таки сами собеседования прошла достаточно успешно, и для меня это было очень серьезным достижением в плане изучения языка, потому что я никогда не учила другой язык так быстро, и в принципе я не учила никакой другой язык, кроме русского и английского, который, естественно, как и многие, мы учим из детства, и у нас есть другое его восприятие. Если это видео вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до встречи в следующих видео.